в этом уроке как работает copy trading как вы можете зарабатывать на чужих сделках и как вы можете ограничить свои убытки и как вообще все это работает и как это настроить давайте обо всем этом поговорим в этом уроке я напоминаю что все ссылки которые вам могут потребоваться для того чтобы получали кэшбэк возврата ваших комиссий есть на экране в описании к этому ролику плюс также есть ссылка на telegram в котором есть много всего полезного интересного для вас подключайтесь сами все проверяйте поехали прошлых роликах мы с вами уже говорили о том как торговать мы разобрали спотовую торговлю разобрали фьючерсную торговлю пополняли биржи выводили из биржи и использовали другие инструменты для того чтобы мы могли подключить копий трейдингу то есть могли подсоединиться к другим сделкам и входили в них из-за кто-то торговал за нас нам необходимо пополнить на счет мы пополняем изначально при любом пополнении спотовый кошелек но для того чтобы мы работали в рамках фьючерсов в рамках копий трейдинга нам нужно пополнить именно фьючерсный аккаунт потому что деньги на копий трейдинг ну криптовалюта активности берутся именно из фьючерсного аккаунта поэтому я заранее на споте купил usdt мы с вами это делали в прошлых уроках если что посмотрите продал я b usdt до бинанс доллары у меня теперь есть usd и теперь мы можем с ними торговать важный момент сразу вам говорю что когда мы сами используем копий трейдинг то трейдер который торгует использует наши настройки плечей для того чтобы мы не потеряли деньги и не зашли в сделку каким-то огромным плечом и нас просто не ликвидировала обязательно в ту пару которую вы планируете торговать допустим это вот bitcoin и usdt кстати если помните мы в прошлом ролике с вами шортили и как мы видим все продолжает падать то нам необходимо переключиться в конкретно в данном случае если мы говорим с вами про работу с копий трейдингом на точнее говоря в изолированный поставить лонг и шорт по десятому плечу или по пятому плечу что было еще безопаснее и обязательно переключитесь также на кросс маржу и установите плечо 5 чтобы на всякий случай чтобы вы не потеряли деньги или там второе плечо либо оставьте первое плечо чтобы вы ваши риски были минимально ну давайте вас уберем вообще плечи поставим множитель плеча 1 мы поставили на кросс маржа плечо 1 и поставим на изолированный маржа тоже плечо 1 чтобы по умолчанию не использовалось никакое другое плечо таким образом наша сделка ту сумму которая мы выделяем она нему не будет переумножаться и мы рискуем ровно той суммы с которой мы заходим сделку потому что дополнительные плечи это дополнительная возможность быстрой ликвидации сделали да то есть но вы выполняете то вы ставите то плечо с которым вы хотите торговать далее каким образом мы вообще начинаем торговлю связано с копитрейдингом у нас есть отдельная кнопка называется копитрейдинг и таблицы лидеров не принципиально куда вы нажмете на копитрейдинг либо на таблицу лидеров вы в принципе попадаете на вот этот экран давайте быстро приближимся по тому что мы здесь видим сразу скажу у вас может возникнуть вопрос допустим вы сами хорошо торгуете вы бы хотели бы чтобы вы стали копитрейдером то есть чтобы вы торговали а кто-то к вам присоединялся как это сделать и для чего необходимо это делать все очень просто если вы захотите стать трейдером а вы получаете десять процентов прибыли комиссии от сделок то есть у нас есть допустим вот списки трейдеров они торгуют вот допустим вот да винчи у нас торгуют у него роя то есть возврат инвестиций 120 процентов он торгует на сумму равную это у нас полмиллиона долларов конкретно вот он и со всей этой суммы я ему к нему подписываются подписчики то есть к нему присоединяются пользователи чтобы разделять этот доход и эти пользователи суммируют определенное количество денег на которые данный пользователь торгует и этот пользователь получает процент от всех сделок которые происходят то есть он получает до десяти процентов до тот от комиссии которые зарабатывают биржа но здесь написано что соответственно как происходит плюс здесь вот идут комиссии чем больше токена биджи би у вас есть то есть вы получаете 4 процента или 6 процентов или 8 процентов либо 10 процентов от комиссии от тех объемов которые вы торгуете поэтому если вы хорошо торгуете возможно вас это тоже может заинтересовать опять же регистрации есть в описании к этому ролику далее что у нас здесь с вами есть мы можем с вами фильтровать пользователей с которыми которых мы будем выбирать по определенным фильтром но в принципе кнопки здесь просты вы просто на них нажимаете вот это левое меню меняет вид отображения ну трейдеров я рекомендую ставить именно последний вариант потому что он более информативный далее мы можем сами отсортировать пользователи по рейтингу по балансу то есть по объему по которым они торгуют порой то есть по возврату инвестиций по пинел за этого за три недели по прибыльным сделкам за три недели по по общему доходу а и всего по в я не знаю как эта настройка душ по какому критерию она работает но наверное вот общий доход либо роя нас больше должен интересовать и еще внимание у нас здесь есть вкладка вот такая скрытая и не очень видно это фильтры что здесь важно у нас по умолчанию фильтрах стоит включение локальных трейдеров это говорит о том что где вы находитесь вот с вашей территории трейдеры которые есть вам показывают принципиально точнее говоря преимущественно и именно их я рекомендую эту опцию отключать чтобы вы видели просто больше трейдер возможно трейдеры которые находятся во всем мире могут торговать получше ну вот смотрим допустим есть у нас какой-то аким комьюнити у него роя 16000 процентов у него всего 582 подписчика а вот здесь у нас написано общий доход и он торгует на а миллион долларов и за три недели у него сто процентов профита то есть он увеличивает депозит грубо говоря на сто процентов в месяц но у него нету мест соответственно мы можем здесь отректировать людей по поводу ну то есть по критериям которые вам интересны далее что вот мы допустим нашли какого-то трейдере хотим с работать что нам необходимо сделать здесь есть кнопка называется подписаться нажав на эту кнопку либо нажав просто на трейдера то есть вот в целом на вот плашку трейдера открывается меню с трейдером где вы можете посмотреть более внимательно информацию по нему то есть мы с вами видим следующее сколько было у него совершено сделок сколько дней он торгует сколько у него подписчиков то есть сколько у него пользователи за ним следят давайте наверно даже откроем вот первого который у нас был вот это кием менеджер а он торгует 152 дня у него всего 100 подписчиков у него всего 650 сделок он торгует преимущественно две пары это bitcoin usdt и эфириум usdt общая прибыль за 7 дней составляет и таким образом да то есть мы видим количество процентов можно посмотреть количество прибыльных убыточных сделок в данном случае трейдерку торгуют хорошо на что еще внимание стоит обратить внимание это от нажать на вкладку сделки и посмотреть а что он сейчас в принципе делает то есть в истории мы видим все сделки которые уже были совершены а в открытых сделках мы видим те сделки которые он держит прямо сейчас его здесь внимание есть неприятный момент о котором вы могли не знать если вы изначально будете ориентироваться исключительно на вот эти вот большие цифры покупки трейдингу и выбирать пользователь исключительно по процентной ставки так скажем по доходности а и думать что это наилучшее решение с которым вы можете столкнуться при проверке конкретного трейдера может оказаться что это не так потому что сделки которые сейчас трейдера несет он во первых все открывает с 50 плечом и по ним посмотрите какое количество минусов то есть он может специально долгое время держать убыточные сделки потому что общее плечо то есть кросс плечо у него огромное и у него есть возможность пересиживать убытки но в данном случае убытки составляют минус 120 процентов то есть вашем случае возможно это трейдер вам вообще в принципе не подходит потому что он очень агрессивно торгуют и при таком подходе вас просто будет ликвидировать поэтому нам такой трейдер не подходит хотя у него статистика очень крутая выход думаю вы думаете что вот я сейчас к нему подсоединюсь закину там 10 долларов и заберу там 1600 ну либо закинул 1000 долларов заберу 16000 не всегда это так то есть нужно очень внимательно смотреть что делает трейдер то есть он может очень долго удерживать сделки в минус а исключительно для того чтобы показывать только прибыльные сделки а минусовые он не будет закрывать тем самым сделал него статистика портится не будет то есть вот такими штуками могут пользоваться ну как сказать уловками могут пользоваться трейдеры для того чтобы заманивать к себе пользователя его выгода очень простая мы и только что с вами обсудили что пользователи получают процент от тех комиссий которые торгуются на бирже поэтому ему в принципе все равно далее нашли к примеру трейдеры которые нас интересуют ну представим что это вот был он ну либо выбираем из списка у кого есть место допустим вот подписаться нажимаем на подписаться и что у нас происходит на следующем этапе допустим вот у нас есть до винчи да допустим у нас устраивает мы нажимаем на подписаться что происходит на следующем этапе мы во первых сами видим те пары которые он торгует в данном случае он торгует bitcoin он торгует а там он торгует apt и торгует какой-то и ns я к примеру не хочу чтобы мой он торговал вот этими парами точнее говоря он может ими торговать но я не хочу чтобы он торговал на мои деньги вот этими парами и я их просто отключу то есть я уберу у них галочки таким образом я буду входить то есть я буду копировать только те сделки в которой у него существует к паре bitcoin usdt далее у нас есть режим копирования в режиме копирования а имеется ввиду это то на какой объем денег мы можем с вами зайти в нашем случае допустим у нас там было 10 долларов поэтому можем зайти на 10 долларов какая здесь есть еще настройку здесь есть такая вкладка вниз то есть вот этот ползунок ну галочка нажав на нее мы видим что у нас есть фиксированная сумма есть множитель что это значит фиксированная сумма это знает что если трейдер заходит сделку к примеру на 1000 долларов а то из этой тысячи 10 долларов будет нашими ну условно то есть мы заходим сделку ровно на 10 долларов если мы указываем множитель множитель это коэффициент насколько мы будем увеличивать ту сумму на которую он заходит сделку то есть изначально допустим мы хотим зайти на 10 долларов на 10 долларов да к примеру но наша при режиме копирования эта сумма будет умножаться на 10 раз то есть к примеру если я поставлю на 3 то если трейдер заходит сделку на 10 долларов к примеру то моя сделка будет увеличиться на 3 и мы будем заходить тогда на 30 долларов то есть это своеобразное тоже плечо обращаю ваше внимание что эти плечи могут пересекаться то есть у нас есть кросс плечо да вот здесь плечо плюс мы можем увеличивать количество сделки не в прямом смысле в плече а именно в объеме то есть если мы хотели бы чтобы мы торговали только на 10 долларов а при этом и здесь ставим коэффициент 3 это значит что мы будем заходить сделку на 3 то есть на 30 долларов и при этом будет использоваться еще наше плечо поэтому будьте максимально аккуратны с этим моментом то что если вы установите здесь допустим плечо 10 и здесь коэффициент где мы там были с вами 10 ты знать что вы в долг у зайти не на 10 долларов а на 100 долларов и 10 причем это ваша сделка будет на 1000 долларов и если вдруг так получится что вы будете подписаны на вот этого трейдера у которого сделки в минус сто процентов то вы уже будете ликвидированы вы потеряете всю сумму то есть вы потеряете почти 1 момент на сразу же 100 долларов вы не сможете пересидеть эти убытки поэтому будьте внимательны и внимательно смотрите как вот это все настраивается далее мы можем заранее настроить управление рисками что это значит мы можем установить стоп лосс и тэк профит то есть ограничения по количеству денег которые будут использоваться конкретно данного продавца а и лимиты на выход и вход со сделки точнее не совсем так смотрите стоп лосс подразумевает что мы не будем сидеть в убыточной сделке если она будет вот допустим на минус 40 процентов представим что мы с вами зашли в сделку на 10 долларов и у трейдера идут просадка на 40 процентов в этом случае наша сделка автоматически будет закрыта таким образом вы можете настроить заранее что допустим вы не хотите рисковать более чем четыре процента от суммы в которой вы заходите в сделку допустим вы торгуете на 100 долларов вы понимаете что там по вашей модели риск менеджмента необходимо сделать так чтобы вы не теряли из 100 долларов больше чем 10 долларов к примеру тогда вы ставите что так я не хочу терять из 100 долларов 10 это получается 10 процентов а если сделка несет убыток 10 процентов мы автоматически из нее выходим все то есть мы здесь не торгую take profit это то когда мы будем фиксировать нашу прибыль если так получится что трейдер тянет сделки допустим там до 200 процентов но мы видели что что трейдер вот прошло он тянет сделки до минус 120 процентов в этом случае соответственно если вы установите 200 процентов вы будете висеть с ними в минусах но вас может не хватить денег если у вас будет плечи до вас просто вынесет с рынка поэтому я бы рекомендовал бы к примеру для теста чтобы вы точно не потеряли лишние деньги установить стоп лосс на 10 процентов но исходить из вашей модели то есть я бы не ставил бы больше и take profit можно поставить 200 процентов можно больше то есть меньше то есть но обычно считается что коэффициент должен быть один трем мы должны рисковать если вы рискуете допустим десятью процентами а сделки то есть суммы от депозита в как конкретную сделку то вы должны забирать профит минимум 30 процентов чтобы в случае если у вас будет несколько убыточных сделок вы могли вернуть деньги это можете установить допустим там 10 30 процентов и вы можете ограничить максимально сумму которую трейдер может взять вот с выделенных вами денег на конкретную сделку и либо сделки если допустим понимаете что вас общий бюджет допустим там 500 долларов и вы не хотите чтобы трейдер забрал больше денег ну или допустим вас 5000 долларов и вы не хотите чтобы этот трейдер все ваши деньги которые находятся у вас ну то есть в трейдер если он открывает 50 сделок чтобы он не забрал на каждую из них все деньги которые у вас есть вы можете установить ограничения на конкретную сделку но здесь по моему сделка идет от от 500 нажимаете дальше на подтвердить нажимаете подтвердить и нажимаете на далее после чего вы начинаете входить в эту сделку то есть вы подписываетесь на трейдера и у вас начинает идти информация по поводу торгов то есть какая используется маржа какая у вас чистая прибыль и возможность изменить либо отписаться то есть нажимаете допустим на изменить то есть вы поторговали понимаете что вы там сливаете как конкретно с этим продавцом торговцам да и вы не хотите с ним больше иметь никаких дел нажимаете на изменить можете отредактировать ваши стоп-лоссы да то есть как вы работаете либо вообще про полностью отписаться при клике на кнопку отписаться произойдет отписка вас перебрасывают обратно на вашу торговую статистику и теперь в моих трейдах у вас больше нету трейдера на которые вы были подписаны то есть в целом в этом нет ничего сложного но обязательно нужно следить за тем как какие настройки вы устанавливаете потому что если вы будете просто залетать в любую сделку несмотря на плечи не восстанавливая никаких ограничений вы можете попасть на торговца на трейдера который принципиально тянет убыточные сделки для того чтобы рисовать красивую статистику и зарабатывать деньги на комиссиях но при этом вас просто будет ликвидировать вы будете терять деньги а по поводу биткет есть интересные новости еще касательно конкретно момент записи этого ролика здесь есть торговые конкурсы где вы можете торговать либо как индивидуальный трейдер и получать профи да тут помню здесь 100 биткоинов будут 100 биткоина будут разделены между всеми участниками то или давать чтобы я не был голосном три лучших победителя в каждой категории получит награду из призового фонда в размер 10 тысяч долларов а также футболку с автографом от звездного футболиста то есть получается 10 10 тысяч долларов а плюс здесь есть командные командная торговля где у нас есть пользователи которые торгуют да то есть команды которые вы которые сейчас торгуют и вот призовой фонд получается на команды 100 биткоинов и вот эти 100 биткоинов будет разделены между лучшей команды которая лучше всех торговал и мы можем увидеть кто откуда у нас находится у нас вот есть команда kingpravs да из снг российской который торгует с прибыли 549 процентов в ней не так много участников да при этом они очень хорошо торгуют с большими pnl если вам это интересно вы тоже можете попробовать принять участие в конкурсе да в торговом конкурсе если вам было бы интересно по торговать примеру со мной да то есть в команде чтобы мы сделали там индивидуальный чат какой-нибудь ну как это обычно делается до закрытый чат где вот мы именно командой и торгуем вместе смотрим куда заходить как заходить используем кластерную торговлю и прочее если вам это реально интересно пишите в комментариях на ютюбе да что да давай сделаем это я посмотрю сколько нас будет и попробую нас вместе организовать я думаю это будет очень интересной а история конкретно по этому ролику у нас все да то есть сказано по копитрейдингу что есть еще интересного на бирже что мы еще с вами не разбирали по вашей активности я буду понимать стоит ли это делать 1 у нас с вами есть торговля сетками то есть мы можем настроить торгового бота который если на если у нас есть какой-то актив который торгуется в жестком коридоре да у него если им лимитная поддержка ну в рамках определенного коридора мы можем настроить торгового бота который будет на верхах покупать внизу продавать условно и работать по каким-то активам такие активы есть которые находятся в вечном боковике они торгуются именно ботами а и мы можем настроить с вами торговые сетки которые будут так сказать скальпить эти эти монетки то есть если вам это будет интересно давайте обратную связь мы с вами тоже по настраиваем таких ботов и что еще есть у нас тоже интересного это спутовая сеточная торговля но которая примерно делать то же самое то есть мы можем сами создавать лонг сетки можем создавать шорт сетки то есть по определенным катего по определенным критериям если вам это интересно дать обратную связь насколько вы хотели бы в этом всем разбираться и последнее да то что у нас останется под данной бирже это разбор условно пассивных возможностей заработка на бирже битгет это у нас ланчпул когда мы участвуем в ланчпаде ланчпул ланчпад а когда биржа пытается точнее не не пытается а добавляет некий актив на биржу то актив прежде чем добавится на биржу он выдает какое-то определенное количество токенов биржа и биржа чтобы поощрять своих активных пользователей организуют определенные ланчпады и ланчпулы где мы можем с вами застейкать монетку биржи бичби либо поторговать и получить токены еще не вышедшего либо не за листиной монетки на биржу заранее и как только она будет за листина то есть на спорту либо на фьючерсы мы сможем ее продать многократной прибыли но так по крайней мере происходит когда именно в бычая фаза рынка то есть можно получать очень большие иксы и рассмотрим вот это будет у нас как заключительным этапом и тогда мы уже сами перейдем на торговлю будем торговать в рамках биржи биткет спасибо за просмотр все ссылки которые вам необходимы есть на экране сейчас как раз появляется последний слайд вверху вы видите ссылку регистрации на бирже да то есть наводить камеру мобильного телефона проходите регистрацию на биржами на бирже биткет так вы сможете получать обратный кэшбэк за все комиссии которые вы будете использовать на бирже и подключайтесь телеграм-каналу эта ссылка ниже чтобы вы могли следить за всем тем творчеством которые я выпускаю я буду выпускать очень большое количество бесплатного контента по заработку на криптовалюте по работе с биржами в таком же простом и понятном формате для новичков чтобы вы стали уверенным сильным пользователям а крипты бишь могли зарабатывать на криптовалюте спасибо за просмотр от вас лайк на ролик подписка на канал и регистрация на бирже и подключение к телеграм-каналу все спасибо за просмотр увидимся в следующих роликах пока пока